Здравствуйте, уважаемые те зрители, в эфире телеканала Медиа Информ, программа «Политическое контрревью», наш совместный проект с Игорем Николаевичем Покровским. И сегодня с большим удовольствием я хотел бы представить нашего гостя, это Марат Александрович Гельман, известный искусствовед, меценат, интеллектуал, политтехнолог, человек, который, безусловно, уже вошел в историю не только России, откуда он родом, но и всего постсоветского пространства, человека, который знает не только на территории постсоветского пространства, но и в целом Европе. Марат Александрович, здравствуйте. Добрый день, можно просто Марат, а родом из Молдавии. А так все правильно. Да, из Кишинева. Марат Александрович, вот вы большой ценитель искусства. Вы простите, у нас программа называется «Марат Гельман, человек мира». Человек мира, да. Понятно. Марат Александрович, вы большой ценитель искусства, и вы очень давно занимаетесь искусством. Как вы считаете, политика – это благородное, либо пошлое искусство? Ой, ну как бы, мне кажется, бессмысленно обсуждать. Вы же не знаете ни одного места, где можно без политики. Если бы у нас была возможность, а давайте без политики, вот давайте, не будем выбирать власть, там, анархия. Ну нету таких стран, нету таких примеров, которые можно сказать, да, там, политика – это пошлое, это плохо, поэтому давайте без политики. То есть политика – другой вопрос, что бывает разное. И в целом, надо сказать, что возвращение политики на постсоветское пространство – это было благом. И да, наверное, там было много всего, много разного. Собственно говоря, политика – это игра определенная. В России, к сожалению, как раз исчезновение политики и было, в общем-то, таким первым шагом к тому, что общество начало быть там авторитарным, тоталитарным и так далее, и так далее. Марат Александрович, в 99-м году вы возглавляли московский штаб Союза правых сил, но в целом влияли на формирование блока Союза правых сил, который тогда возглавлял господин Кириенко, нынешний замглавы администрации президента России, Хакамада и покойный приз Ефимович Немцов. И тогда блок СПС получил 8%, яблоко получило 6%, яблоко получило практически 6%, суммарно не получили, будем так говорить, демократы, около 15% голосов россиян. Скажите, на ваш взгляд, где эти 15% россиян, которые еще больше 20 лет назад были готовы голосовать за демократические силы? Ну, значит, что происходило тогда, значит, было три таких основных тезиса, значит, для Союза правых сил. Это первый, хотим Европу, то есть в целом та часть населения, которая видела Россию как часть Европы, первое, это был Союз правых сил, второе, хотим новых людей, значит, и это было как бы тоже, как бы крайне важное, ну и третье, это свобода, да, свобода, значит, ну дальше надо сказать, что в 2004, наверное, можно сказать о том, что был некий, некий такой общественный договор, как бы свободу в обмен на благополучие, то есть там положительная конъюнктура экономическая, нефть много стоит, так далее, так далее, и в общем-то надо сказать, что, ну, как, по крайней мере, какое-то время, там, до кризиса 2008 года этот общественный договор работал и привел к тому, что общество начал, ну, как бы, готово было отказаться от этого своего стремления к свободе, вот, а что касается стремления России быть частью Европы, да, это драматичная вообще история, и она, безусловно, связана в том числе и с контролем над телевидением, потому что власти в России выбрали простую стратегию, то есть для того, чтобы консолидировать общество, надо им показать врага, значит, внутреннего врага нет, значит, нужно нарисовать внешнего врага, вот, и, ну, вот, как бы, имеем то, что имеем. Вы несколько лет работали на первом канале, после того, как, фактически, руководство этим каналом было отобрано от структуры Бориса Березовского и перешло полностью под контроль государства, вы работали несколько лет, и вы, фактически, ну, как я понимаю, были во многом лоялистом по отношению к российскому режиму. До 2004 года. До 2004 года. А в какой момент ваши пути с российским режимом правящими разошлись? Ну, несколько было каких-то шагов, ну, первый шаг в 2004 году я ушел, дело в том, что демократия, она не дает гарантий, то есть ты можешь выиграть, можешь проиграть, а Путин к тому времени, значит, это был, как бы, перед вторыми выборами, нужны были гарантии, и поэтому, собственно говоря, как бы ни ругали политтехнологов, но это люди, которые обеспечивают некий демократический процесс, выборный, в котором можно выиграть, а можно и проиграть. И в первом 2004 году было понятно, что они решили вообще не пользоваться интеллектом, то есть у них можно посадить, можно, значит, взять за налоги, можно, то есть, как бы, там, полностью взять контроль над медиа, можно манипулировать выборами, вот, и получить гарантированную победу, то есть, поэтому в 2004 году я ушел, тогда я периодически, значит, пишу какие-то там тексты у себя, тогда это был живой журнал, я говорил, что власть отказалась от интеллектуалов, то есть, в 2005 я сделал выставку Россия-2, которая была определенным манифестом для вот таких, как я, для тех, кто сказал, что вот эта Россия Путина, она как бы существует, она существует вокруг там какой-то там, я не знаю, условно говоря, власть, нефть, а есть Россия-2, это другая, это страна, в которой частная жизнь, в которой профессия, любовь, и что в дальнейшем это два параллельных процесса, и мы выбираем вот эту Россию-2, то есть, там, там, я заострял специально, я говорил, что если мне будет выбор, значит, покинуть родину или покинуть друга, я покидаю родину, то есть, как бы, для меня личное важнее, как бы, государственного. Потом был другой период, он был связан с какой-то такой верой в то, что Медведев принесет какую-то демократизацию, второй срок пойдет и, значит, будет тот теперь, но я стал членом общественной палаты, вот, и одновременно возглавил, был директором музея в Перми. Я уже не занимался ни медиа, ни политтехнологиями, но я занимался культурной политикой. Собственно говоря, тогда я, значит, создал, так называемый, культурный альянс, вот развитие территории через культуру, то те компетенции, которые, с которыми я приехал сейчас в Одессу, они вот тогда появились, с 2008 по 2012 год, вот, и можно сказать, что это тоже был период лояльного, то есть мы все, многие, точнее все, многие надеялись на то, что Медведев пойдет на второй срок, а вот теперь будет превратиться в демократизацию, в новый этап. В 2012 году просто, ну, черное, то есть, белое стало черным, очень резко, очень быстро, слово модернизация стало ругательным в России, чтобы было понятно, высшая школа экономика, значит, там мне прислали фотографии, значит, там профессор показывает, значит, там таблица, вот технологическая модернизация, модернизация по Гельману, гуманитарная, то есть, в принципе, я сделал тогда большую ставку, я вышел из галереи, я думал, что мы сейчас будем заниматься развитием территорий, но все это быстро-быстро закончилось. 2012 до 2014 страна, ну, с семимильными шагами, то есть, как бы, пришла к тому, что мы имеем сегодня, может быть, сегодня просто, как бы, логичное завершение этого периода, но в 2014 году это началось, и я уехал в Черногорию, вот, я, значит, ну, как диссидентура, да, называется. Марат Александрович. Простите, давайте вернемся в наш город. Давайте, Викарч. Марат Александрович, ты приехал в Одессу, не первый раз, между прочим, насколько я знаю. Вы давно контактируетесь с Вадимом Мараховским, известным одесским меценатом, бизнесменом, а последние несколько месяцев еще и депутатом Одесского городского совета, что дает ему вообще более широкие возможности. И вот, вы, простите, затеяли организацию Института развития Одессы. Вчера была презентация этого Института и проекта, да, который называется «Современная культурная политика Одессы». Это, собственно говоря, почему я говорю за вас. Расскажите, что вы задумали. Да, действительно, для меня украинское искусство в целом и Одесская как часть украинского – это предмет моего профессионального интереса очень давно. То есть, чтобы было понятно, в 90-е годы первая выставка того же Саши Ройборта была у меня в галерее, и вывод на международную сцену, и Савадова, и Гнелицкого, Голосия, Ройборта, я этим занимался, и до 93-го года мою галерею в Москве называли «Украинская мафия». Вот. И там я, у меня была в Киеве галерея в 2002 году. То есть, я много работал с Украиной, с украинским искусством, интересовался, коллекционировал, третьяковку подарил, в том числе и украинское искусство. Но так или иначе, год назад я приехал сюда сделать выставку двух замечательных одесских художников – Гусева и Ануфриева, и мы поговорили с Вадимом Мараховским о том, что роль искусства сегодня совсем другая, не такая, как представляют наши политики, чиновники. Вот. И что город, который, ну, я бы так сказал, достоин лучшей какой-то участи, и мы можем это сделать. Значит, естественно, он адызит, он заинтересован. Я, значит, как, там, специалист, которого надо, там, соблазнить, купить, там, и так далее, и так далее. Но я сам для себя поставил такую задачу, что если удастся создать институцию, которая станет новой не для Одессы, а для мира, то тогда мне это интересно. Если он пойдет на такую амбицию, то тогда я в этом буду участвовать. Поэтому прежде чем создавать вот эту современную культурную политику, я ему предложил концепт, новый концепт, как бы нового типа институции. С чем это связано? Это очень, мне кажется, важно объяснить. Значит, с 70-х годов по всему миру начали строить музеи современного искусства. Эти музеи прекрасные, лучшие архитекторы делали здания, они заполнены удивительными объектами искусства. Они создали целый поток таких арт-туристов. Миллионы людей ездят по всему миру, смотрят это искусство. Но есть одна проблема. Увеличилось количество людей, которые говорят, а мы не понимаем искусство. Мы не понимаем, это ваше современное искусство. Вот то старое, классическое, мы понимаем. Там, значит, художник-гений, гений, он там на вершине, а мы обыватели, мы восхищаемся, как это сделано. А вот это ваше современное не понимаем. Это даже стало неким мемом. Да, абсолютно. Кое-кто даже с гордостью говорит, я это не понимаю. Да, я в том-то и дело, никто не говорит, допустим, про литературу. Я не понимаю вашу литературу. То есть, если ты не понимаешь литературу, это твоя проблема. А вот искусство не понимают, это проблема искусства. И на самом деле, немножко они правы. Потому что вот эти музеи, приблизив произведения современного искусства к публике, стали стенкой между публикой и живым художником. То есть, вот у меня в Черногории резиденция, я там иногда вожу гостей своих по мастерским. И там, пройдя 5-7 мастерских, мне вдруг люди вполне моего возраста солидные, там французы, немцы, которые часто ходят в музеи, вдруг говорят, слушай, я наконец понял современное искусство. Я говорю, а что произошло? Ты же и раньше ходил в музей. Говорит, я ни разу не говорил с художниками. То есть, человек прожил жизнь, ходит в музеи, ездит по всему миру и ни разу не разговаривал с художником. И поэтому у меня родилась идея. Да, а еще очень важно то, что когда я был директором музея в Перми, ну это любой директор музея подтвердит, что в выходные дни 80% публики. То есть, два дня 8%, пять дней 20%. И у меня родилась идея, что мы берем и в одном месте делаем 50 мастерских разных художников, местных, приезжих, приезжих из Украины, приезжих со всего мира, на разное время, кто-то на полгода получает, кто-то на два месяца, кто-то и так далее, и так далее. Но в выходные дни они превращаются в живой музей. То есть, художники остаются в своих мастерских, но двери открыты. Вы говорили об этом, дом художников. Дом художников. Хотя я, честно говоря, подумал о том, что это скорее художественный театр. Да, да. Нет, я просто не хочу... В какой-то мере. Мы специально занизили, мы не хотим делать поэтическое название, специально занизили, о, дом художника почти по-советски звучит. Да, да. Для того, чтобы шок был от того, что человек, вот он именно здесь, именно в Одессе, пройдя вот эти там 20-30, сколько он сил хватит в мастерских, он скажет себе, я, наконец, понял современное искусство. То есть, вот, собственно говоря, это та новация, которую мы хотим сделать в городе, и которая меня интересует, условно говоря, где бы она ни была. То есть, она была в другом городе. Я считаю, что она все равно будет новацией для всего мира. Я надеюсь, что, увидев это, мои коллеги начнут повторять по всему миру. То есть, это в центре. Но, естественно, для города важна все-таки стратегия как бы выхода из той ситуации, которая есть, ну, сделать некоторый шаг вперед. Поэтому мы сделали стратегию культурной политики города Одессы, для которой эта институция будет мотором каким-то двигать. Паровозом. Паровозом. Скажите, пожалуйста, вот, говоря о новой культурной политике Одессы и о стратегии, которую вы предложили, вы встречались с Сергеем Рафаиловичем Гриневецким, с губернатором Одесской области, таким многолетним, который неоднократно уже был в этой должности. Есть ли понимание о власти в Одесской области, в Одессе, видели ли вы это понимание о необходимости новой культурной политике, насколько вообще Одесская власть мыслит с современными стандартами? И на власть ли вы рассчитываете? Ну, я так скажу, что, ну, есть две вещи, есть понимание и умение. В принципе, понимание, по крайней мере, фрагментов есть. Вчера тоже, там, вчера, значит, из мэрии вице-мэр был, говорит, ну, мы примерно так представляем. То есть, в принципе, мой, как бы, мой документ, он заключался как раз из того, что первая часть, это мы делимся пониманием, вот, а второе, как бы, мы предлагаем какие-то, какие-то шаги и так далее, и так далее. Ну, Гриневецкий уникальный персонаж, он сразу понял все. То есть, и я, я сначала даже переживал, он как бы, ну, то есть, я иду по документу, вот у меня документ, значит, я как бы рассказываю, а он, значит, как бы забегает все время вперед, то есть, и, ну, как бы, то есть, очень хорошо, как бы, схватывал все, вот, и под конец сказал, что, говорит, я, значит, полностью с вами, там на документе написано, значит, ну, как бы, Марат Гельман, Вадим Мараховский, говорит, о, может, им туда третьего, значит, меня вписывают, то есть, я как бы готов действовать. Ну, очень важный вопрос, как раз вы задали, а насколько мы на рассчитываем на власть? Вот в этом современная культурная политика Одессы, слово политика означает, что это не администрирование, это не некая ведомственная директива, а это политика, в которой участвуют разные люди, в том числе и власти, ветви разные, и их место там, ну, не последнее, но уж точно не первое. Борис Гройс, он дает такую метафору, что современный проект – это не церковь, а вокзал, то есть, мы должны создать такой проект, в который каждый приходит со своими задачами, там, вы едете в Киев на работу, там, кто-то едет, значит, в Вену посмотреть выставку, кто-то к родителям в Кишинев, но вокзал, он обслуживает всех, а кто-то хочет заработать деньги, он, значит, на этом потоке ставит свой, там, ресторан и так далее, и так далее. То есть, проект сложно, сложно организован, там есть набор задач, но одна из задач точно лежит на государстве, потому что большинство культурных институций Одессы, ну, как бы, принадлежат государству. То есть, модернизация работы культурных институций – это задача, которую надо делать совместно с государством, потому что это, ну, советское наследие, оно, как бы, не изжито, и в то же время наш проект не будет, не взлетит, если он, ну, там, не знаю, на две трети не основан на тех институциях, которые в Одессе уже есть. – Скажите, пожалуйста, Марат Александрович, вот ту инициативу, которую вы предлагаете, ту, ну, на мой взгляд, очень креативную инициативу невозможно осуществить, если нету такого современного мифа об Одессе, как есть, например, миф о Вене, да, в которой вы работали, который вы очень уж и знаете. – И все-таки миф, он служит неким таким мотиватором для продвижения чего-то. – И, естественно, одновременно должна развиваться и культурная политика этой темы, и ресторанные какие-то направления и так далее. – Вот можно ли возрождать культуру в Одессе изолированно, да, от всего остального, либо вот ваша инициатива, она будет максимально эффективна только в том случае, если она сразу автоматически захватит и другие отрасли, скажем, нового общественного видения? – Ну, во-первых, про мифы. Здесь очень важно, что так как здесь они действительно очень, не просто, они очень четко сформулированы, золотой век, то есть и там раз, два, три, четыре, пять, значит, один из принципов нашей политики – время важнее места. Это означает, что мы делаем политику для Одессы, но мы еще делаем политику для 21 века. – Современный Одессит, он, конечно, отличается от современного парижанина, но он гораздо больше отличается от своего деда родного. То есть, поэтому надо иметь в виду, что все-таки никаких слов возврата к чему-то, к золотому веку и так далее, и так далее, мы стараемся не использовать и вам советуем. То есть, вообще возврат невозможен, надо двигаться вперед. Вот, и, но безусловно, подпорки какие-то, основания, они заложены в городе, ну, где там у нас есть описание, есть вещи универсальные, которые для всех, наверное, нужны, которые именно признаки времени, а есть уникальные, которые конкретно, вот, значит, в Одессе. Поэтому, вообще, я бы так сказал, успех в пропорциях. То есть, нет, нет, точно, вот так делаем, так не делаем. Вот мы немного делаем универсально то, что делаем, и немного так. Значит, что касается, можно ли вообще выдернуть, там, только культуру, там, не занимаясь, там, я не знаю, дорогами. Значит, когда занимаешься планированием, есть, у тебя есть время. И вопрос не стоит в том, что вот мы культуру выдергиваем, и дороги нет. Мы, вопрос стоит так, с чего мы начнем? Сразу, со всего, но это надо тогда убрать Одессу и строить новый город. И тогда там урбанистика, план построили, людей поселили, да. Вот это, значит, если ты работаешь с живым городом, который уже функционирует, ты не можешь сказать, мы сейчас все будем менять. Очень важно, с чего начать. Я могу вот так привести такой пример, значит, в Перми, когда мы были, значит, там был такой разговор, какой музей современного искусства, у нас дороги там плохие. Когда поставили музей, значит, мэр ко мне приходит и говорит, смотри, в три раза больше, за один месяц вдруг начали писать заявление о том, что грязь во дворах. То есть грязи больше не стало. Просто люди вот начали обращать внимание на нее. И музей новый, культурная модернизация, она как бы будет взывать к тому, чтобы и ресторанная культура изменилась, и инфраструктура города, а наоборот не будет. То есть это тот триггер. Да, если вы начнете с дорог, допустим, почините дороги, то никто не скажет, ну все, дороги починили, а теперь давай музей. Марат Александрович, только что вы сказали о том, что вы проводите или хотите провести в Одессе не просто культурную революцию, а социальную революцию. Потому что в какой-то мере. Потому что пример из Перми, который вы назвали, это пример того, как люди, которые до этого молчали, начинают требовать от власти действий, конкретных действий. То есть это уже другое сознание, несколько. Причем за очень короткий срок. Вы думаете, что власть заинтересована в том, чтобы ее вот так вот дергали через каждые две секунды? Да. Ну, во-первых, да. Конечно, главное действие, которое мы хотим, от людей, чтобы они принимали решение не уезжать из города. То есть, поэтому естественно. Вообще, культурная политика имеет шанс на то, что ее будут реализовывать только тогда, когда она часть большой политики. Когда власти увидят себя в ней. Вот если мы сейчас, понятно, у художников есть свои задачи, у людей искусства свои задачи. И вот мы с этим придем к власти и нарисуем картинку. Стеклянные глаза получим в ответ. То есть, глаза начальника зажигаются тогда, когда ты говоришь, как ты с помощью культуры в современном мире решишь его задачи. И поэтому, да, безусловно, условно говоря, власть в стиле Путина, там, не расшатывайте лодку, она, наверное, не заинтересована в таких проектах. Потому что в любом случае какая-то динамика. Но если власти понимают, что городу нужно... То есть, первое, там, у города есть какие-то серьезные задачи. Ключевая задача — новое качество жизни для людей. Потому что из трех людей, которые уезжают из Одессы, двое уезжают за более качественной жизнью. И только один за какой-то карьерой, за реализацией себя. Значит, соответственно, если этот качественный досуг, если эту качественную жизнь власть не обеспечит, первые люди будут уезжать. Значит, соответственно, если ты объясняешь власти, каким образом ты делаешь так, что они остаются, значит, ты решаешь какую-то задачу. Значит, то же самое. Если уникальную институцию ты создаешь, город становится известным, там, увеличивается, там, приток, там, инвесторов. Понятно. Если мы делаем акцент на события по краям вне сезона, там, май-сентябрь, расширяется сезон, значит, какая-то, то, что называется, кормовая база. То есть люди начинают больше зарабатывать. То есть, собственно говоря, у меня там даже так, где-то посередине презентации, так написано, что если мы не сформулируем наш проект на языке власти, то он не будет просто реализован. То есть он останется бумагой, которую можно повесить на сайт и сказать, вот, у нас, у Одессы, есть культурная политика, давайте почитаем, там, поаплодируем или, там, поругаем. Обсудим. Обсудим. Да, да, да. Поэтому мы, значит, с Вадимом, и мне как раз это очень приятно, то есть обычно все-таки ты, то есть он очень практичный человек мараховский, и поэтому мы предельно практично сформулировали те задачи, которые с помощью культурного проекта решат власти Одессы, Одесской области. Да, и для Украины тоже написали. Вот. Но в основном, конечно, мы считаем, но задачи для художников, то есть каждый должен видеть внутри этого проекта, как он реализует собственные личные задачи. Брат Александрович, вы обладаете уникальным опытом, вы общались с совершенно разными, там, политиками, украинскими, российскими, европейскими. В связи с этим у меня к вам следующий вопрос. Чем по-светски начальник отличается от европейского бюрократа? Ну, наверное, главное отличие заключается в том, что политик или чиновник в Европе, он приходит в институцию и подчиняется правилам этой институции. То есть один и тот же человек, вот он президент, он один, вот он мэр, он другой, вот он парламентарий, он третий. А у нас наоборот. То есть позиция там меняется под человека. То есть вот такой есть человек, и, значит, тогда мэр будет таким. То есть должность под человека. То есть мы как бы вот эту вот институализацию, мы ее еще не прошли. То есть для нас это как бы не стенка. Вот. Надо сказать, что это не только плохо, это иногда и хорошо. Потому что вот такие моменты, когда там происходит вакуум власти, переходные, иногда очень важно, чтобы человек проявлял как бы предельно свою инициативу, в том числе за пределами собственной компетенции. Как бы, ну, потом задним числом хорошо, чтобы его корректировали, потому что если не корректируют, он тогда это пространство начинает пытаться удерживать, которое он захватил. Вот. Но в целом, да, то есть вот это вот такой, я не знаю, это даже не авторитаризм, а это такой персонализм. Это персонализм. То есть. Мурат Александрович. Я. Да. Давайте я возвращу вас в Одессу опять. У нас с вами, да, какой дояр. Я из Одессы не уходил. Нет, ну вы пытаетесь в Средотовую Европу, то в Россию. Ну, давайте возвращимся в Одессу. Мурат Александрович, 50 студий. Да. Это огромные помещения. Ведь это художественные студии. Художественные. Да, да. Это не маленькие комнатки, в которых происходит нечто. Это большие помещения. Кроме всего прочего, это и сопутствующие какие-то структуры. Может быть, кафе, может быть, там какой-то небольшой концертный зал или для пресс-конференции, или для камерной музыки, и так далее, и тому подобное. Я сейчас уже добавляю, наверное, то, о чем вы думали, когда создавали этот проект. Скажите, пожалуйста, а в чем финансирование? Кто это будет делать? Кто будет, ну, будем говорить, движущей силой этого всего? По той простой причине, что, простите, при всем моем уважении даже к инициативным чиновникам, они вряд ли будут этим заниматься серьезно. Более того, может быть, даже и вредить будут, по большому счету. Планируете ли вы создать некий орган или некую структуру, которая бы занималась этим целенаправленно, общественную структуру, которая занималась бы, и наблюдала бы, и настаивала, и защищала. Ну, в общем, все, что с этим проектом связано. Ну, смотрите, как бы проект состоит из двух частей. Значит, один это вот эта политика, второе, это дом художника. Да. Значит, один из принципов. Мы создаем не корпорацию, а ситуацию. Это означает, что мы не планируем создать некий штаб, который администрирует, руководит перестройкой. Да. Поэтому мы будем внедрять вот эту политику и одновременно строить дом художника. Про дом художника надо сказать, что на первом этапе Мараховский, понимая масштаб бедствия, сказал, что он готов это брать на себя. Но параллельно мы уже провели, ну, там, я с четырьмя бывшими одесситами, живущими в Америке, в Англии и так далее, и так далее, которые заинтересованы в том, чтобы город изменился. У них есть какие-то сентиментальные как бы отношения к Одессе. они думают об этом. И бизнес-клуб Одесский, собственно говоря, там, может быть, они не такого масштаба, в смысле финансово участники, но они тоже готовы в этом участвовать. Просто в целом, я хочу сказать, почему еще хорошо с культуры начинать. Это подъемно. Вообще, надо сказать, что у городских властей, которые решили изменить судьбу города, у них есть выбор. Они могут начинать не с культуры, например, с нового мастер-плана, да, общаться с урбанистами или там с модернизацией системы образования, потому что, понятно, студенческая, это самая активная часть населения. Но культура хороша тем, что, во-первых, быстро можно достичь изменений, во-вторых, недорого. То есть, допустим, реализация мастер-плана, вот вы сегодня приняли, уже приняли, прекрасный, идеальный мастер-план 25 лет. То есть, через 25 лет это будет. Значит, соответственно, люди, которые принимают решение о том, что его запустить, они уже этого не увидят. Вот. Значит, с помощью культуры можно за два, за четыре года произвести изменения, которые все почувствуют. И, соответственно, и денежные, ну, то есть, как бы, ну, нужно очень мало. Ну, то есть, как бы, если мы говорим о каких-то реальных изменениях и соотносимых с теми затратами, которые есть, то это, там, ну, на порядок меньше деньги, чем, например, модернизация системы образования. Вот. Ну, так что... Это в какой-то мере и работает на модернизацию системы образования. но просто, допустим, просто, чтобы понятно, что модерниз... Вот примерно, ну, мы так оценивали, опять же, я прошу прощения, я буду ссылаться на тот опыт, который был, значит, в Перми. То есть, в принципе, модернизация одного университета, одного, стоит больше, чем вся культурная политика изменения. вот, поэтому, ну, мы... Я здесь не играю, как бы, первой скрипки, что касается, как бы, фандрайзинга. Вот, но я уверен, что вот на первом этапе дом художника вообще будет построен, как, ну, это не бизнес, который для зарабатывания денег, но экономически сбалансированная модель, да, то есть, там будут билеты какие-то, художники, которые будут приезжать в резиденцию, то есть мы на них будем тратить, будут оставлять работы, которые потом могут продаваться, то есть очень важно еще тратить, понимая, что, что это кончится, то есть, вот у нас есть какой-то период, допустим, то есть два года, условно говоря, строительства, да, ситуации, потом еще какое-то время она, значит, должна жить, а потом она начнет приносить доход, может быть, она будет приносить доход не только или не столько тем людям, которые будут тратить, а в целом городу, да, там, увеличение туристического сезона, соответственно, принесет доход многим-многим-многим людям, которые к нашему проекту даже не имеют отношения, но для этого и есть элита, то есть я вот увидел, по крайней мере, людей, вот клуб, одесский клуб бизнесменов, которые в целом готовы, готовы участвовать в проектах, которые принесут доход не им лично, а там городу в целом. Ну, капитализация города влияет на их личную капитализацию. Конечно, конечно. Марат Александрович, вот у нас есть пример в Одессе, это Одесский художественный музей, который возглавляет Александр Ройборд, известный художник, и надо сказать, что это действительно успешный пример, несмотря на все сопротивление отдельных политиков, так скажем, Одессы, товарищи, Александр Ройборд смог создать пример экономически успешного музея. Скажите, предусматривает ли, например, вот ваш план, с которым вы вышли, вот возможность, скажем, обучения современного менеджмента музея, художественной галереи, с тем, чтобы вот все музеи Одессы, они возродились. Потому что у нас есть археологический музей, краеведческий, литературный музей, фантастический музей, но при этом они экономически неэффективны. Поможет ли ваша программа вот этим музеям? Да, вот одно из, то есть у нас пять направлений деятельности, и вот одно из них, это работа с существующими институциями. То есть мы отобрали около 40 институций в городе. И вот прям в данный момент я нахожусь здесь в эфире, а в это время Мараховский как раз собеседует с человеком, который как раз занимался методической помощью. То есть она должна приходить в институцию, ей должны показывать всю документацию, оборотку, и она должна настраивать вот этот вот механизм, она со мной работает уже около 10 лет. То есть в целом надо иметь в виду, что вот когда я говорю, мы создаем не корпорацию, а ситуацию. Это именно об этом идет речь. Что достичь эффекта можно иногда даже не тратить. То есть все равно на эти институции все равно же какие-то деньги государственные идут. У нас же вот этот ведомственный подход, он как происходит? Ну вот большой музей, у него большое здание, у него большая коллекция и мало событий. А культурная жизнь это событие. То есть иногда бывает так, что ты на основные фонды, там можно там сэкономить 5% того, что я трачу на основные фонды и пустить это на событийную жизнь и все поменяется. Вот, поэтому я очень... Там другое вопрос, что там есть какие-то амбиции, все люди, ну как бы не с улицы взятые, у них есть свои представления. я надеюсь, что... Ну вот вчера во время презентации ко мне подходили директора музеев и я так понял, что ну будет, они хотят сотрудничества, то есть они хотят меняться, они понимают, что в этой ситуации тот, кто быстрее вот в эту... в будущее вскочит, та институция и получит больше внимания, больше, больше технологий, больше возможностей. Марат Александрович, еще вот там несколько вопросов буквально хотел задать, но чтобы завершить... Ну уже телеграфно, у нас время заканчивается. Да, вот чтобы завершить вопрос с культурой, вот я уверен, что ваш в том числе проект, он предусматривает, скажем, некое гражданское воспитание, потому что, чтобы этот проект взлетел, люди должны, что называется, расширить свои горизонты, как говорят, to think outside the box, да, то есть воспринять все то, что вы собираете дать. Планируется ли выпуск каких-то материалов, планируется ли серия каких-то промо-роликов с тем, чтобы люди учились понимать и ценить искусство? Ну, знаете, я, честно говоря, считаю, что взрослый человек учится тогда, когда он хочет и пытаться, ну как бы, пытаться, то есть образовательный процессом заниматься неэффективно, гораздо эффективнее вовлекать в деятельность и в процессе деятельности, ну как бы, они видят и делиться своим умением. То есть, ну, то есть мы не, то есть все-таки школьниками, студентами, то есть мы взрослые люди, побывали во всем мире, в общем-то, на самом деле задача сделать такой дизайн, скорее, а если ты возьмешь любого десита и с ним поговоришь, то выяснишь, что это вполне современный человек, который все прекрасно понимает. Он просто помещен иногда в какие-то обстоятельства, которые там его сковывают или его активно сковывают. Поэтому, что касается очень важный момент, это стратегия открытая, то есть ее там, я не знаю, сегодня-завтра повесят на сайт и она не является каким-то секретным документом, которые, значит, будут приближенные как бы. Нет, пожалуйста. Более того, мы обычно как действуем? Действуем, содействуем, создаем условия, договариваемся. Действуем — это то, что мы сами делаем. Содействуем — это значит, мы ищем эффективных людей, у которых есть свои проекты, и мы им помогаем. Ну, например, те же самые институции. Дальше мы делаем площадку, создаем условия, чтобы могли реализоваться даже те, про кого мы не знаем. Они вот где-то ходят, хотят, им нужна помощь, содействие, создание условий. Вот, так что вот это в гуманитарной сфере немножко по-другому все работает. Вот там, например, в индустриальной масштабировании построили большой завод, и он гонит там металл. Или там открытие сделали, и на основе этого открытия там, я не знаю, телефон появился, которым пользуются все. В гуманитарной сфере это скорее больше похоже на культивацию. То есть, вот мы должны территорию стимулировать, и будут вырастать явления. И будем надеяться, что, может быть, одно явление будет там, как, условно говоря, Пикассо. Я вчера приводил цифры, значит, стоимость корпорации Макдональдс 159 миллиардов долларов. Стоимость всех картин, созданных Пикассо, 300 миллиардов. То есть, как бы, но при этом невозможно, давайте сделаем Пикассо, да. Можно сделать Одессу городом культуры, и надеяться на то, что среди сотен художников будет один из них. Брат Иссанч, но самый последний вопрос. Все-таки сегодня годовщина, трагическая годовщина убийства Бориса Ефимовича Немцова, и вы работали с Борисом Ефимовичем Немцовым, и у меня следующий вопрос. Скажите, вот, зная Бориса Немцова, мог ли Борис Немцов при определенных обстоятельствах стать президентом России, и какая Россия была бы, если бы президентом был Борис Ефимович Немцов? Очень короткий вопрос. Он рассматривался как кандидат президента. К сожалению, против этого тогда встали Березовский и Гусинский, собственно говоря, два человека, которые во всем между собой конфликтовали, кроме того, что оба не хотели Немцова. Ну, Борис, конечно, это была бы другая Россия, и она бы, вот, можем, сейчас, вообще говорить в этом, чтобы было у нас со слагателем на склонении трудно, но, безусловно, человек, у которого свобода, вот это равенство, это было не, то есть, вот он реально чувствовал себя равным и Ельцину, там, и любому человеку, наук, то есть, вот в нем это было, как бы, как бы, частью, частью его характера, частью его человека, вот, это была бы другая страна, безусловно, и мы все немного виноваты в том, что, что это не случилось, то, что тогда, когда, ну, была компания против него, надо иметь в виду, 60% у него был рейтинг, то есть, это был просто... Это 98-й год, мы говорим про 98-й. Раньше чуть-чуть, 97-й. Это когда было дело писать, или тогда? Да, да. Селинвест. К сожалению, мы, ну, как бы, не понимали в целом, что происходит, все это казалось игрой такой, и вообще казалось, что, ну, Немцов, а рядом есть еще кто-то, там, Сесоев, а рядом есть еще кто-то, то есть, вот эта уникальность, начали это ценить уже гораздо позже. И вот, Марат Саныч, самый последний вопрос, потому что Игорь Николаевич уже смотрит на меня огневными глазами. А вот в 89-м году, когда Борис Ельцин полетел еще в статусе такого оппозиционера, депутата, тогда уже не только съезда СРСР, но и уже России, он полетел в Северные Штаты Америки и облетел дважды статус свободы и сказал знаменитую фразу, что он стал дважды свободнее. И тогда Россия была во многом западно-ориентированной страной, все хотели на запад, хотели дружить с западом и всерьез Россия даже рассматривала себя евроатлантическую перспективу. В какой момент общество российское пошло в другом направлении и в какой момент российская власть от такой как бы европейско- такой прогрессивно настроенной превратилась просто в такой вот авторитарно-шовинистическую? Ну, вы знаете, это не момент, это процесс. То есть длился. Ну, надо сказать, что был момент какой-то, когда действительно Россия могла вступить в НАТО. Даже заявку Россия подавала? Ну, не приняли. Вот. То есть все-таки Россия большая страна и вот просто слова интеграция видимо по отношению к ней были неточны. То есть это должно это был бы другой уже Евросоюз. Если бы Россия туда вступила, все было бы по-другому. Вот. Поэтому но в целом я хочу сказать, что до до 2002 года, то есть даже два года еще правления Путина, мы все считали, что мы движемся в Европу. и в той или иной степени там на таких-то или других условиях, но сомнений не было. То есть просто вот этот вот момент демократический, то есть как бы это же в комплексе, да, то есть вместе идем в Европу, значит, демократические выборы. Вот. А они власть решили не терять. они пошли в другую сторону. Вот мне кажется, что вот этот 2004 год, эти вторые путинские выборы, это ну, когда повернул. Рубиконт. Ну да, то есть вроде бы до этого было и арест Ходорковского, то есть еще какие-то знаки, но в 2004 году они решили, что им не надо больше в Европу власти, а население ну, инфантильное, то есть оно достаточно легко поддалось этой пропаганде и пошло-поехало. Спасибо, Марат Александрович. Ну что ж, спасибо. Спасибо, я обращаюсь к телезрителям, спасибо вам огромное. Дело в том, что Миша съел все время, которое я хотел тоже занять немножко, но благодаря Марату Александровичу это были очень интересные ответы, не совсем, может быть, вопросы, которые касались прошлого, но при этом, при всем, мы немножко благодаря Мишу возвратились в прошлое. В заключении, Марат Александрович, я хотел вас, еще многое спросить и по медиа, и по тому, как это будет распространяться информация о движении культуры, это очень важно, чтобы это не было внутри Одессы, это же должно выходить сразу за рамки нашего города и пытаться, так сказать, все информировать не только Украину, как вы сказали. Но в заключении хочу вам сказать следующее. Одесса ведь ироничный город, вы же знаете. Она считается столицей юмора, так, это такое, прямо скажем, несколько преувеличено, прямо скажем, потому что, но мы сами себе это говорим, действительно, но при всей своей иронии можно не верить в этот проект. Действительно, можно не верить в этот проект, но я уверен в том, что даже не веря в этот проект, во всяком случае, большинство Одесситов сделает все для того, чтобы он состоялся. Потому что это надежда на будущее. Деятельный скепсис. Да. Это наш главный союзник. Да. Деятельный скептик. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Миша. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok